Доброе утро! Это программа Жанакун. Мы встречаем очень необычного гостя итальянского происхождения, который влюблён в Казахстан настолько, что стал настоящим патриотом и жителем. Я даже не знаю, какой язык сейчас мы будем изучать. Казахский, итальянский, либо говорим на русском. Но так или иначе, это будет общение однозначно интернациональное. Итак, у нас в гостях Сом Паскаль. Да, и общение к тому же музыкальное. Сом Паскаль. Итальянский музыкант. Впервые посетил Казахстан по приглашению девушки. С первого момента влюбился в нашу страну. Отлично играет на гитаре, тамбре и шанкобезе. Исполняет песни на русском, казахском, итальянском и английском языках. Автор 20-серийного реальти-шоу «Паскалистан» о своей жизни в Казахстане. Ну что ж, наконец, как всегда, приятное общение с гостями. Рано утром. И сегодня у нас в гостях даже немножко и музыки прибавится, и о хорошем настроении. Интернационально получается у нас утро. Сом Паскаль, доброе утро, приветствую тебя. Доброе утро, спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо вам, я ощущу, я ощущу. Я рано утром стою. Он же с нами уже поделился, говорит, я музыкант, я просыпаюсь чуть позже всех остальных. Это стандартно для музыкантов, потому что мы работаем в ночи. Ну во сколько просыпаешься? Ну сегодня утром вообще всем. Я хочу, как ты, встать в хорошей форме, поэтому я всем стою и занимаю фитнес, что мой день будет лучше, позитивнее. Я чувствую позитивность, чувствую оксиджен, кислород на мой кровь. Слушай, а питаешься правильно? Да. Питание тоже. Вот давай теперь во все по порядку. Расскажи, пожалуйста, поделись с нашими зрителями, как ты попал в Казахстан, да и почему ты в Казахстан. У меня такая информация, что, знаешь, Шершеляфам, что это все из-за женщины произошло, это правда? Да, это каждая большая война приходит от любовь. Ну, одна женщина, ну, как Трои Вор с Еленой. Троянская война. Троянская война, да, я просто. Я знакомился с одной девушкой. Где ты с ней познакомился? В Италии. В Италии. В Италии. Она сестренка Нуарна Писова, сестра Нуарна Писова. Мы были очень хорошие друзья, потом она меня пригласила в Казахстан, и я был здесь, одно мероприятие, и здесь знакомилась одна девушка, Адайка, сильно. И мы любились, поэтому я решил оставить Казахстан. Ты приехал в гости, а остался надолго? Да. Не знаю, насколько навсегда или нет, но надолго точно. Нет, всегда. Если у меня всегда есть поклонники, люди, которые любят мою музыку, почему нет? Нет, это очень удобное место, которое очень быстро и очень хорошо ваше народное, гостеприимное очень место. И тоже, я нашел в себе свой рынок тоже, музыкальный рынок, поэтому я сейчас счастливый. Подожди, Аланчик, но я как женщина не могу спросить, а что с Адайкой-то произошло? Вы сейчас вместе? Слетний, слетний. Ну, эта жизнь иногда будет хорошо, иногда меньше хорошо, но мы общаемся как друзья. Ну, то есть расстались уже, то есть ты началось все с любви к женщине, закончилось все и продолжается любовь к Казахстану. Ну, у Адайка нужно нагас-казах, как настоящий казах, потому что она очень сильная. Я итальяшка, я итальянец, поэтому... Не тянешь настоящую казахшку, да? Но я уверена, твое сердце сейчас не свободно все-таки. Мое сердце всегда полный с жизнью людей и музыкой. Как технично ответил, это для всех телезрителей, которые в тебя влюблены. Маленькую надежду все-таки оставил нашим телезрителям, своим поклонницам. Ну, что тебя влюбило здесь, прежде всего, если можно так сказать, в Казахстане? Где ты побывал, может? Ты был в шоке. Природа, люди, климат, горы. Если честно, я очень открыт человек. Я жил в Лондоне и раньше в Италии. И когда я приехал здесь, у меня... Я ничто не ждал. Просто я хотел быть свободным пару недель. И потом я решил остаться, потому что я нашел свой мир, свою ситуацию. И культуральный шок не был, потому что я уже южный итальянец. И южные итальянцы, они очень открыты, очень господиемы, как вы, казахстанцы люди. Поэтому я очень хорошо могу жить в Шимкенте, в Тарасе, потому что я тоже южный. У нас большой до Стархана. С каждым вопросом с Паскалем так много новостей. Но я думаю, мы продолжим нашу беседу сразу после новостей, без политики, прямо сейчас. Мне бы, конечно, очень было интересно побывать в этом кафе. Я не знаю, как ты думаешь. Ну, познать внутренний мир своего собеседника. В темноте. В темноте. В этом что-то есть. Я, по-моему, где-то знакомый что-то видел. Где-то в Европе, по-моему, есть такой ресторан, где без света люди ужинают, получается. И они не знают, что едят. Дабы полностью поесть вкусовые качества. Ну, ты понимаешь, blind date, свидание вслепую, это и так неожиданность. А тут еще в темноте. Ну, Паскаль, ты-то был в этом кафе в Истане? Я там был, но не на blind date. Потому что моя девушка очень ревнивая, она меня сразу. Но я был там. Каждый месяц у нас есть воскресный проект, называется «Воскресный Паскал». И именно в прошлом разе там мы были. Я бесплатно встречаю мои фанаты, мои поклонники. И я не делаю концерт. Просто мы общаемся, поговорим. И потом, конечно, два-три песни. В прошлом разе одна девушка учила песню «Айна Лайн», и она пела. Я сидел на «Де народ», и она вот на сцене. Это, я думаю, что для певеца нужно открыть себя и свои фанаты, свои поклонники, свои люди. Ну, так расскажи, а как тебе ощущения от кафе? То есть это все происходило в темноте у вас тоже? Нет, нет, света была. То есть, получается, в этом антикафе главным рецептором для знакомства является запах, наверное, собеседника, парфюм. Скажем так, да, ты ощущаешь, женщина, как пахнет. И голос. Тактильный, да, тоже? Да. Ну, или так. Можно трогать, да? Я не знаю, можно ли за руки трогать, не знаю. Мне интересно, как официанты там обслуживают. Обслуживают вообще. Это не таксеры, да, расставляют. Наверное, не по самолетике, если такие светы там. Да, 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 да. Хорошо. В любом случае мы посетим, да, я думаю, это кафе ради интереса. Ты мне расскажи о своем новом проекте реалити-шоу «Паскалистан». Я думаю, это какая-то дань определенная твоя Казахстану, да? В чем состоит это реалити-шоу? Это очень-очень позитивный проект для каунтри-пиар, но не только. Я не делаю, потому что я только хочу рекомендировать. И рекламировать Казахстан. Это история жизни. Мои друзья из Италии, когда знали, что я стал чуть-чуть популярнее в Казахстане, они в шоке. Что ты делаешь там? Я сказал, давайте, календарь, приезжайте, посмотрите, как моя жизнь здесь. Это более идет патриотично, популяризация идет. Приключения итальянцев в Казахстане. Экзактли. Мы там показываем правду. Свои успехи и тоже свои проблемы. Но, конечно, иногда будут проблемы в нашей жизни. Плюс обмен ментальностью. Иностранца. Да, это круто. В Италии, я тебе скажу одна история. Дина, сестра Нуара, она была в Нурписов. Она была в пояс, в сапашке, в Италии. И она меня позвонила. А Паскал, меня только оставили и спросили, извини, ты казахская. Я ей сказал, ну как ты знаешь, всегда они скажут, ты китайца, ты кореянка. Не, потому что я смотрю Паскал и сказал каждый день, просто ты похожий. Но потом твоя бабушка. Ничего себе. Это костюмы. А там это транслируют в каком-то центральном канале? Да. Это главный музыкальный канал в Италии. И аудитория на второй серии, это уже второй сезон. Второй сезон получился 15 миллионов посмотров. Шикарно. Вот это круто. Почти как казахстанский народ. Всегда хотел спросить, Сон Паскал, это псевдоним или это реальное имя? Паскал, это мой имя. И Сон, называли меня Сон в Англии. Когда я был в Англии, Сон это сын, типа Пасеке. Понятно. По-казахски просто. Я там остался, Сон Паскал. Ты знаешь, гитара вот лежит без дела. Алан, давай попросим уже сыграть. Давай. Я хочу вместе с тобой, наверное. Или сделаем папури. Давай попробуем. Это все импровизирование. Ты ведь не знал, я ведь еще тот певец. Все буду знать. Конечно, конечно. Поэтому теперь мы делим серенаду для тебя. Серенада? Может быть что-то утреннее задорное, нет? Нет, всегда серенада, всегда любое. Сон Паскал начинает утро серенада. Я предлагаю, чтобы это было все логично. Сделать некоторые пожелания нашим телезрителям. По традиции наши гости говорят пожелания нашим телезрителям. Ну и сразу после пожеланий автоматически идет музыкальный подарок. Пожалуйста. Ну, утром есть золотой голос, мы скажем в Италии. Поэтому надо рано простоять, надо рано начинать жизнь и мы будем больше продуктивнее. Поэтому я вам желаю продуктивный год. И по-итальянски, по-итальянски, по-итальянски. Обожаю итальянский язык. Ну давайте, мальчики, спойте, сыграйте. Всем скажем до свидания с этой песней. Я и ты. Так, начинай. Ты что заплачешь? Браво! У нас в гостях был Алан Черкасов. Спасибо. И Сон Паскаль. Алан Черкасов и Сон Паскаль. Я не знаю, такую романтику напустили тут в студии. Программа уже, к сожалению, подходит к концу. Я бы тебя слушала и слушала, и тебя, Аланчик, тоже. Но, увы и ах, я думаю, мы зарядили вас дозой позитива на целый день. Правда, Алан? Да, доля музыки и, конечно, подобное общение. Сон Паскаль, тебе огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. И спросите, мой уличный русский. Таксистый русский. Отличный русский. Надеемся, что с этого настроения начнется и продолжится ваше утро. Друзья, всем позитивного настроения. Ну и, конечно же, хорошей солнечной погоды в любом случае.